Здравствуйте друзья! Сегодня я попытаюсь раскрыть основные плюсы и минусы автомобиля Hyundai Solaris. Hyundai Solaris занимает одну из топовых позиций в рейтингах малолитражных седанов и хэтчбеков. Это вполне заурядный, но в то же время практичный автомобиль. Solaris считается экономичным как в плане цены, так и по объему расхода топлива. Салон автомобиля достаточно просторный и удобный. Задние сидения уплотнены. Этот класс машин характеризуется отчасти нестабильной ездой на высоких скоростях и немного шумным салоном. Согласно результатам многих тестирований, автомобиль занимает одни из последних мест в рейтинге краш-тестов. Качество езды снижается из-за неровностей дороги. Подвеска обеспечивает лишь частичную шумоизоляцию. Иногда нестабильная езда наблюдается даже на ровных дорогах. В автомобиле постоянно присутствует легкий аэродинамический шум. Шум двигателя заметен только при работе на высоких оборотах. Управление Solaris достаточно эластичное. Руль модели динамичный, с оптимальным весом, но не позволяет хорошо ощутить дорогу. Самая популярная модификация Hyundai Solaris – это четырехдверный седан. По результатам отзыва многих автомобилистов, кузов данного автомобиля особо не ржавеет и хорошо справляется с воздействием внешней среды. Лакокрасочное покрытие тоже неплохое, но бывает кидает ржавчину возле замочной скважины крышки багажника. Некоторые автомобилисты жалуются на запотевание передних фар, но это не часто случается. Скорее всего, проблемы с вентиляционными отверстиями фар. Багажник автомобиля небольшой, его объем составляет 454 литра и неудобный, даже при разложенных задних сиденьях. Рулевая рейка оснащена гидроусилителем. На практике данный узел зарекомендовал себя как достаточно проблемный. Валячки, присущие всем Solaris, это после пробега в 50 тысяч километров расплевается зацепление шестерни рейки. Также приходит в негодность втулка рейки. Поэтому необходимую рейку ремонтировать, либо устанавливать новую. Затраты на ремонт могут достигать в среднем 400 долларов. Наконечники рулевых тяг ходят около 100 тысяч километров, а тяги в районе 130-140 тысяч километров. Также довольно быстро выходят со строя ступичные подшипники, которые ходят в среднем 50 тысяч километров. Стойки стабилизатора могут прослужить около 70 тысяч. Втулки и сайлентблоки передних рычагов до 90 тысяч километров. Шаровые опоры до 150 тысяч. Задняя подвеска не доставляет проблем владельцев на протяжении многих лет эксплуатации. Даже при опросе работников СТО, многие вообще не припоминают, чтобы когда-нибудь проводили какие-то работы на задней подвеске Hyundai Solaris. Hyundai Solaris имеет два типа коробок передач. Механика на 5 передач и 4-ступенчатую автоматическую коробку передач. С обеими коробками особых проблем нет. Редко наблюдается выход со строя сцепления. Бывают проблемы с наружными шрусами. Четвертое поколение автомобиля оснащали только бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра. Несмотря на то, что у них одинаковый объем с предшественниками, эти моторы кардинально отличаются от предыдущих версий. Так, в частности их ГРМ оснащается металлической цепью с большим сроком службы. Оголовка блока цилиндров фирменной системой изменения фаз газораспределения и индивидуальными катушками зажигания. Чаще всего на вторичном рынке можно встретить версию с моторов 1,4 литра в паре с механической коробкой передач. При данном двигателе расход топлива составляет 6-7 литров на 100 километров. С двигателем большого объема, как правило, устанавливали автоматическую трансмиссию. Расход топлива в городе составляет больше 9 литров на 100. В данных двигателях отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому тепловые зазоры клапанов рекомендуется проверять каждые 100 тысяч километров. Особым достоинством обоих агрегатов Hyundai Solaris считается то, что они могут работать не только на 95-м бензине, но и на 92-м. Данная особенность достаточно актуальна, учитывая цену топлива. Опыт эксплуатации показал, что нынешние моторы Solaris зарекомендовали себя достаточно надежными, но иногда встречаются мелкие неприятности. Это некорректная работа датчика уровня топлива, который достаточно часто выдает неправильные параметры. Немного пробегусь по салону. Передние сидения плоские и плотно прилегающие, поэтому больше предназначены для коротких поездок, чем для длительных путешествий. Узкие задние сидения могут с комфортом разместить двух взрослых человек. Посадка на передние сидения гораздо легче, чем на задние. Приборная панель Hyundai Solaris достаточно легкая в использовании с яркими и легко читаемыми индикаторами. Салон достаточно простой, но вполне удобный. Декорирован панелями из твердого пластика. Большинство деталей интерьера отлично смотрятся. Места в салоне Hyundai Solaris не очень много. Оно ограничено несколькими отсеками для хранения мелочевки и бардачком. Места для ног задних пассажиров достаточно. А вот головой люди с ростом выше среднего упираются в потолок из-за конструктивной особенности кузова. В итоге можно сказать, что за такую цену автомобиль неплохо адаптирован к нашим дорогам. Подвеска сочетает в себе комфорт и управляемость, но на не очень высоких скоростях. Имеется в виду до 120 км в час. Также автомобиль обладает неплохой шумоизоляцией. Немножко может напрягать звук мотора на высоких оборотах. Из основных замечаний стоит отметить недолговечность рулевого управления и передних ступичных подшипников. Все друзья, обзор данного автомобиля закончен. Спасибо за внимание. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. До свидания.